Уважаемый зритель! По версии обвинения, охранное предприятие «Защитник», созданное Захарием Калашевым, выполняло функцию прикрытия для преступной деятельности, которую вели криминальный авторитет Андрей Кочуйков и сотрудники охранного предприятия. Как сообщает ОГН Москва со ссылкой на слова гособвинителя в зале суда, Андрей Кочуйков возглавил ЧОП-защитник по указанию вора в законе Захария Калашева по кличке Шакра Молодой. На процессе по делу о вымогательстве, фигурантами которого являются вор в законе Шакра Молодой и несколько его сообщников, гособвинитель рассказал, что сотрудники ЧОП-защитник вели постоянный контроль за потерпевшими, осуществляли телефонные звонки и угрожали расправой. Рассмотрение по существу громкого дела о вымогательстве в отношении вора в законе Шакра Молодого началось сегодня в Никулинском районном суде Москвы. Никулинский районный суд Москвы 10 октября начал рассматривать по существу уголовное дело Захария Калашева. На скамье подсудимых кроме Калашева оказались Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец, замдиректора ЧОП-защитник Александр Голубев, вице-президент Союза десантников России и руководитель ЧОП Батырбек Мурадов, строители Николая Николаев, Савелий Гоновичев и Герсон Гамидов, а также сотрудники ЧОП Алексей Максимов, Зелимхан Патиев, Вадим Прохоров и Ян Сорокин. Напомним, что в декабре 2015 года у ресторана Элеменс на улице Рочдельской произошла перестрелка, в которой погибли два человека и были ранены пятеро. ЧОП-овцы защитника во главе с Кочуйковым требовали долг хозяйке дизайнеру Фатиме Мисиковой, которая обратилась за помощью к Захарию Калашеву. Интересы Жанны Ким защищал адвокат Эдуард Буданцев и прибывшие вместе с ним сотрудники его адвокатской конторы. После перестрелки в ресторане были задержаны большинство ее участников, в том числе и Андрей Кочуйков. Адвокат Буданцев, который застрелил из наградного оружия двух ЧОП-овцев, тоже оказался под следствием. Сначала его обвиняли по статье 105 УК РФ – убийство. Затем обвинение было переквалифицировано на статье 108 УК РФ – убийство при превышении пределов необходимой обороны. Сам Захарий Калашев был задержан в июле 2016 года. Второй эпизод вымогательства связан с причастным к Калашеву и, по некоторым данным, являющимся главой его службы безопасности, Батаром Бекмурадовым, Бек. По данным следствия, в июне 2015 года бывший десантник и экс-помощник главы Озерского района Московской области требовал от предпринимателя Льва Гарамова 10 миллионов рублей в качестве компенсации за должность его кредитору. Захария Калашева также обвиняют в организации преступного сообщества. Обвиняемые свою вину не признают. Более того, Андрей Кочуйков продемонстрировал, что возмущен предъявленным ему обвинением. Подпишитесь на данный канал, и поставьте лайк, спасибо! Продолжение следует...